Приветствую вас, Оливио. Первое, что я хочу вам сказать, то что вы очень сильно явно себя не принимаете, вы очень сильно явно следитесь. Ваши возможные сексуальные ориентации и, соответственно, пребываете в таком вот самоограничении, что вы должны быть только гетеросексуальны, но не, например, би. Но большинство людей именно бисексуальны и, соответственно, то, что вы описываете, ничего нового в эту картину общую не приносят. И эксперименты бывают разные в детстве у людей, и опыты разные, и всё нормально, абсолютно. Важно другое, что вы отрицаете свою возможную биосексуальность. У вас есть стыд, у вас есть центрированность на ориентации вашей, и восприятие бисексуальной связи как чего-то запретного, как чего-то ненормального, как чего-то ужасного. Ну, соответственно, как бы запретный плод сладок и нет ничего удивительного в том, что вы об этом думаете. Это первое. То есть нужно помочь вам принять себя и свою возможную бисексуальность. Это первое. Второе. Это решить проблему неудовлетворённости сексуальной. То есть это вопрос гармонизации отношений с мужем. Это вопрос профилактики стресса. Вот. Это вопрос разговоров в постели. Это вопрос правильной постановки своих желаний мужем. То есть, к примеру, если, допустим, он не хочет секса, но вы хотите, то, соответственно, используя не классический секс, можно вас удовлетворить. Я не думаю, что с этим может быть какая-то проблема. Вот. То есть тут вопрос не в том, хочет ли муж достаточно ли ему, а вопрос в том, хочет ли он удовлетворить вас. Вот. Это вот такой момент, да. Ну, в целом, я думаю, необходимо расширение ваших представлений о сексе. Вот. Чтобы вы не относились к этому так и не будоражили своё подсознание забредным плодом. Вот. Вот. В целом, то, что я могу вам сказать. Обратите внимание на то, что у вас достаточно скомканный получился текст. Да. Вот. То есть вы как-то вот в разнобой достаточно, ну, достаточно разные вещи писали. Вот. И, соответственно, там тоже нужно скорректировать. Вот. Чтобы у вас была достаточно четкая приоритетность проблемы. Вот. И чтобы вы последовательно эти проблемы решали. Я сейчас почту ваш текст. Я опущу некоторые детали в текст. Вот. Но прочту его. И так. Я замужем 4 года. Всегда отношения были с мальчиком. Ну, вот. Смотрите, да. Здесь уже бросаются в глаза какой момент. Во-первых, бросается в глаза, что вы начинаете с замужества. То есть, ну, вот. Замужество для вас важно чем-то. И здесь я должен спросить у вас, что общего вас с вашим можем. Вот. Что вас объединяет. Что вас объединяет. Что вас с было вместе. Вот. Как вы познакомились. Как вы воспринимаете друг друга. То есть, ну, вот, именно в каком, ну, в каком контексте вы воспринимаете друг друга. Вот. Это важно. Дальше. Отношения, пишите вы, были только с мальчиками. Ну, почему? С мальчиками для меня остается загадка. А мальчики-то почему? То есть, ну, мужчины. М-м-м-м-м-м. Не мальчики. М-м-м. 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 У вас почему-то мальчики. То есть, какой-то такой вот, знаете, а, как будто бы... Как будто бы обесценивание, что ли, мужчин, возможно. Возможно, я не говорю, что наверняка я не утверждал этого, не утверждал этого, но есть вот такое ощущение, что вы мужчин как будто обесцениваете. Потому что мальчик, да, ну что такое мальчик. Вот, это очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Значит, далее вы пишите прям свой первый-первый опыт сексуальный. Вот, и опять же важно, как вы с ним относились, вот, как вы его, ну, грубо говоря, грубо говоря, как вы его воспринимали. Вот, и откуда у вас, допустим, интерес к контенту, вот, как бы для взрослых. Вот, и как вышло так, что он, значит, был у вас, был в доступе. Вот. Вот. Это тоже очень важный момент. Может быть, какие-то ваши переживания вы вспомните, например, когда. Это, вот, но на первый взгляд, на первый взгляд не связаны с сексом, да, и так далее. Вот. Но, тем не менее, это важно. Тоже. Дальше. Значит, дальше. Я пытался забыть возраст. Тебя старше для меня это была дикость. Ну, вот, дикость, это обесценивание. Важно понять, что это были для причины, да, почему вы считаете, это дикостью. Вот. Это очень важный момент. Вот. Дальше. Навязчивость, значит, у меня в возрасте было возбуждение. Вот. Это нормально. Значит, это вот связано с бисексуальной ориентацией. Дальше вы пишите, что про отношения с мужем это не гармонизация. Вот. Далее вы спрашиваете, мог ли мой опыт повлиять на что-то. Скорее наоборот. Ваше опыт – это следствие влияния ваших природных, так сказать, желаний, если нет каких-то элементов. Вот. Ну, других стрессовых, например. Вот. Ну и, в принципе, по поводу сексуальной сферы, мне кажется, вы недостаточно осведомлены. Вот. Плюс у вас есть чувство вины и непринятие себя, что мешает вам все это воспринимать. Поэтому я думаю, что вам можно помочь. Обращайтесь, поработаем. Вот. Я желаю вам всего доброго и удачи. Поехали. Поехали.